Продолжение следует... 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 Ты че спать приехал? Отвали у меня обед. Обед у него. Горман, война войной, а обед по расписанию. Лешик. Сбегай, сообрази что-нибудь. Что там есть? Вот. Спасибо. Череп, а ты свастику себе на лоб не хочешь набить? Ага. Вот. Так. А где? Парни, кто консервы брал? Что значит брал? Ну, вчера было целых три штуки, а сегодня только одна осталась. И булки только пол батона. А чего вы на меня смотрите? А на кого нам смотреть? Что ж ты делаешь-то? Ну, откуда я знал, что я последний беру? Я ж ночью ел, вот ты крысёныш, а? Ты же всех без еды оставил. Сразу говорю, бить себя не дам. Эй, Борман, ну чего ты? Я ж отработаю, буду копать, как экскаватор. За сегодняшний день ничего не получишь. А сейчас иди в магазин. Магазин в деревне, еды какую-нибудь принеси. Я один? С ним пойдёшь. И водку уберите в магазине, а то тварёчной потравимся. Про сдачу помним и до копейки. Дебил! Я тебе сейчас дом дебил! Эй! Череп, а ты чё с нами на раскоп попёрся? В железный крест хочу. Или нож немецкий. Угу. Ну, а если Вальтер, так вообще победа. Ну, правильно. Куда ж скинхеда без Вальтера? Майкамп Хорм читаете? Между прочим, грамотная книжка. Ты бы почитал, вдруг буквы знакомые найдёшь. Ницше тоже читаете? Нет, не читаем, у нас свой Ницше. Мы с ним разговариваем. Да, и что говорит? Разное. На посвящение бомжа притащили, он и говорит. Забей мразь, убей в себе ублюдка. Ну и что ты? Бомж знакомым оказался, сосед бывший. Ну, так ногами побуцкали, уполз. Получается, не потянул на истинного арийца. Ну, почему же не потянул? Тут либо арийц, либо как ты, обезьяна. А вы, дебила, на Гитлера молитесь. Да я б на месте Сталина давно с Гитлером объединился, чтобы Америку к ногтю прижать. Тупой ты череп. И извилина у тебя одна. И та вся в прямую кишку ушла. Зато ты у нас весь в извилинах развил тут пшивое царство. Отвали! Отвали, я сказал! Отвали! Череп, отвали от меня, я сказал! Куда? О-о-о! Слышишь, уберёй! Отвали! Отвали от меня! Слышишь, дреды не трогай! Торгайся, крю получится! Фашизм, гадина! Слышишь, чё? Я мемуары немцы читаю. Он в 1942-м здесь воевал. Этот Опер Спонсов пишет, какая в августе бойня была. Круто! Спирт! Правильный пацан, с понятием. Может, поедим чего-нибудь? Мы тут всё купили. Может, поработаем чего-нибудь? Пойдём, пойдём. Пойдём, пойдём. Пойдём. Это что такое? А-а-а! Что это такое? Ни хрена себе! А-а-а! Тихо, не сутись, взорвешься ненароком! И по карману не хапай, у нас все по-честному! А-а-то ты хоть ночам в жарклу крысишь! А я вон что нашел! Тихо-тихо! За фонариком сбегай! Встань сюда! Сюда встань и не двигайся! Санитарка? Да, да, санитарка. Сразу б видно, баба. Бормон, фонарь! Давай. Ну, хорошо. Аккуратнее. Командирская сумка. 23 августа 42-го года. Дорогая мама, давно не писала вам, скоро в бой. Настояние мэк солдат отличное. Наверняка командир пишет. Неужели это он тут с Бонхофом воевал? Бормон, капитан и сейф. Три кубаря, старший лейтенант. Часы его, наверное. Шесть сорок две, точное время. Чего? Завалило их в шесть сорок два. Все их берите. Давай. Вот это… Наконец-то, наконец-то. Возьми фонарь. Вот это вещь. Открывайте. Так. Что у нас? Может, артина найдем? Медали какие? О, патрона клевого. А? Ну, повезло же. Умеем же, когда захотим. Дай сюда. Умеем. За блиндаж. Чтобы не последний. Угу, угу. Завалить тебя за трэды. А? Я тебе сейчас ложку в глаз воткну, чтобы только не мучился долго. Да ладно, чё-то шутка. Лучше. Пойдем по банкам пострелим. Пойдем. Как банка? Круто. Глазами на меня поверни давай. Сейчас я ей хэдшот поставлю. Хе-хе. Зарядил? Ты чё, ну? Ты чё, дурак, что ли? Иди отсюда. Куда ты лезешь, что я не пойму? Ты отвали, ты не хочешь? Да не где же. Борман! Ты чё орешь? Заткнись. Борман! У тебя голод, что ли, прорезался? Заткнись. Борман! Ты слышишь меня? Ты чё? Ты думаешь, что делаешь, придурок? А что такого-то, а? Ребята! Слышишь, Борман, аборигенные идут. Ребята! Ребята! Атас! Вон вы где. А я вас на опушке ищу. Эй, бабуля, а ты точно нас-то ищешь? Вас, милая, вас, а то кого же? Вот молочка принесла, как давеча обещала. Она нас с Ашутовскими перепутала. Интересно, что они ей там наплели? Вы томились, поди. Молочко силушки прибавляет. Спасибо. А? Давай. Расплатиться бы надо. Бабуль, сколько мы там должны? Да ты что говоришь, что должны? Ты думаешь, я не знаю, каким вы делом-то тут занимаетесь? Надо солдатик-то похоронить. Я просить вас хотела. Проси, мать. Проси, о чем хочешь. Хочешь, дровки наколем. Вот чуха у нас с козу дойти может. Нет, мне не надо. Дрова у меня есть. У меня тут сын пропал. Летом 42-го года. Боец Красной Армии, Дмитрий Соколов. Сложно, сложно. Если только документы остались. При нем портсигар был с надписью за преданность революции. Ему дед перед войной подарил. Серебряный? Он блестящий. И красный камушек посередке. Ну, бабуль, тогда точно найдем. Найдем, найдем. Точно найдем. Только нам адресок, бабуль, оставь, чтобы мы точно знали, куда принести. Отдохни. Жарко. Жарко, жарко, очень жарко. Озеро у нас тут недалеко. Хорошее, чистое. Купайтесь на здоровье. Искупаемся, бабуль. Искупаемся, искупаемся. Спасибо, бабуль. Спасибо, сыночки. Спасибо. Спасибо, бабуля. Спасибо. Спасибо, бабуль. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субастику замашь, увиди твое художество грохнуть без суда и следствия. Часы сними. Вот каких гренадеров я вам добыл. Хороши Аполлоны. Фамилия, звание, часть. Почему в таком виде? Простите, товарищ старший Лизин, это может показаться полным бредом, но мы ваши потомки. Ну и с будущего. Разрешите, товарищ политрук, тогда был сильный обстрел, вполне возможно контузило. Что? Всех сразу? Ну, как жизнь показывает, могло и всех. Странные они какие-то. Вроде русские, а вроде и нет. Простите, но мы из будущего. Великая Отечественная уже давно кончилась. Очень давно. Кончилась, говоришь? Ну и как? Мы победили? Победили. Да, победили. Сделали, как хотели. Хотели? Да. Значит, говоришь, сделали, как хотели. Угу. А вы, значит, из будущего. Да. Мы из будущего. Значит, приказ верховного главнокомандующего товарища Сталина за номером 227 давно знаете? Какой приказ? Ни шагу назад. За проявление трусости, за дезертирство, за оставление боевых позиций. Расстрел. Емельянов, расстрелять дезертиров к чертовой матери. Как расстрелять? Вы же ведь наш, советский человек. Я же, может быть, внук ваш? Товарищ старший лейтенант, разрешите? Вот. Документики их нашел. Где тебя ночью? Да. Двенадцатая стрелковая. Сто тридцать первый полк. Внук, говоришь? Повезло мне с родственником. Фамилия Красноармеец? Да контужен он. Чего с ним говорить? Товарищ политрук, все правильно. Сто тридцать первый из окружения пробивался. Похоже, что только они в живых и остались. Не в себе ребята. На их глазах целый полк полег. Сознание помутилось. Бывает. Ну что, командир? Надо решать, что делать будем с контуженами. А что решать-то? Винтовку в зубы и напередок. Сам знаешь, как у нас с личным составом. Совсем воевать некому. Ну, в общем, так и порешено. Ну смотри, если эти вояки фортель какой-нибудь выкинут, я их сам расстреляю. Лично. Саршина, отведи ребят. Накорми форму по двери. Да, и Нину отправь. Пусть посмотрят. Есть этих контуженных. Ручки, солдаты, уже два года ваша страна пьянется с гигантской пожаршей войны. Эта война была навязана Сталином и его еврейской кликой в Кремле. Эта война еврейского интернационала за мировую революцию в Кремле. Митя. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Одевайтесь! Держи, браток. На, возьми. На самом деле, братцы, вам сегодня здорово повезло. Командир добрым оказался. Иначе... Иначе б что? Иначе было бы иначе. А что? Дезертеров много, товарищ Товшина? Случается, бегут. Ловят, стреляют. А вы как думали? На войне можно бежать только в одну сторону. Вперед в атаку. Тогда еще поживешь. А вам ничего, ребята? Армани просто. Класс, одежка. Что-что? Я говорю, одежка очень хорошая, товарищ Товшина. Очень хорошая одежка. А вы что, другую носили? Не похванно, сам бренд. На себя посмотри. Да когда же вы заткнетесь? Чего ты раскомандовался? У нас теперь его новый командир. Здравия желаю, товарищ старший лейтенант. Молодец, боец службы, знаешь. Откуда родом? Из Питера. Мы все из Питера. Да ну, а откуда? Я с Петроградской, они вот с Васьки. Я с Петроградской. А там где жил? На Большой Фасадской. И я с Большой Фасадской. Слушай, а дом какой? Девять. А я из двенадцатого. Ты посмотри. А в школу какой ходил? В двадцать третью. Я в двадцать третью. А секцию бокса знаешь? Ну так, с пятого класса туда хожу. Да-да. Ну да. А тренер кто был? Петрович. Петрович? Слушай, а он по утрам по-прежнему на главпочтам за свежими газетами мотается. Ну, по поводу газет не знаю, но по телеку в учительской новости смотрит. Что еще за телек? Представляете, это не так школьная, если газета называется, телек. Угу. Странный название какое. Ты как считаешь, Емельянов? Телек? Угу. Телек. Да я такого слова не знаю. Да? Ну ладно. Распорядись. Пусть покорят ребят. На сытый ты желудок воевать повеселее, а? Слушаюсь, командир. Так точно. Телек. Да, вот что напоминаю, бойцы, чтобы с голодухи желудки свои не угробить, ешьте медленно, тщательно разжевывая пищу. Понятно? Угу. Спасибо, Борман. Выручил. Я как про телек ляпнул, думал, все. Ты бы ему еще про мобильную связь рассказал. Это вы? Не зряи меня, Борман. Я не Борман. Это вы о чем, а? Объясни ему. О, блин, попали-то. Борман. Я не Борман. Я не Борман. Борман, какой сейчас год? Ты чего, Борман? Ты что, издеваешься? Почему? Потому что клички здесь неуместны. Я Бироев Виталий. Смирнов Андрей. Филатов Сергей. О. Что? Тебя как зовут? Череп. Васильев Олег. Год-то какой? Вы точно хотите знать, какой сейчас год? Ну? 19 августа 1942 года. Ой-ой-ой. Попали мы сюда через озеро. Значит, выбраться мы можем только через озеро. Днем туда никак. Свои же пристрелят. Так что до вечера сидим тихо и не высовываемся. Да. Когда стемнеет, пойдем к озеру. Вот они. Чего ж какая. Общая контузия. Но ты, Ниночка, подробно проверь. Может, симулянты? Знакомьтесь. Санинструктор, старший сержант Нина Полякова. Если что, я рядышком. Это классно. Давайте я вам помогу. Ну? Ну и что у вас случилось, мальчики? Контузило, да? Контузило. Понятно. Вот. Твою мать, началось! Что началось? Авиауда! Сейчас в атаку пойдут! Кто? Немцы? А кто же еще? Питок не бери! Убитых ураник! Убитых ураников! Убитых уран. Убитых уран! Убитых уран! Убитых уран! Летела. Рота, на позиции! Слав, к бою готов! Рота, приготовиться к одобрению атаки! Братцы, танки! Когда ты разбираешься? Братцы, танки! Прихода! Рота! Пацаны с прихода! Шесть! Пояс! Лебенцы! Грак! Грак! Да! Панеки! Я! Давай, Раноль, попробуй! Да, сука! А-а-а! Я помогу! Он живой? Быстрее можешь? Да я посмотрю! Ничего жить будешь! Тащи давай! Может там йодик-зеленочка, спиртик-бинтик? Можете сиську еще дать! Тащи быстрее! Да-а-а! Терпи, миленький! Что ты улыбишься-то? Это-это, от волнения, простите! Наверед все у меня поэтому улыбаюсь! Нашел время за девку ухлёстывать. Давайте, давайте, ребятки! Живой он! Патрон! Патрон, я сказал! Патрон, твою богу, душу вас! Еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Так. Ну что, специнтердейте! А вам правда? Получили, пяты! Ура! Ура! По-моему, время подходящее. Высленьте, девочки, быстренько! Машенька, Машенька, помоги мне скорей! Да по-зарез котлеты нужны, товарищ пятый! Они сейчас перед округом снова полезут! Алло! Алло, пятый? Пятый! Колокольцев, мать твою! Опять связи нет? Давай, дуй по всей линии, чтоб через двадцать минут связь была. Есть! Котлеты у них протухли. Двадцать минут. А где ночевать-то будем? Машина! Пиши, петелок! Солдат, петелок дай! Пан Петровичу положи побольше! Что, на санитарок потянуло? Ни меня одного. Ты зачем нарываешься? Тебя по окопам размазать? Тут так нельзя, Борман, тут по-человечески. Ты зачем меня Борманом назвал? Ты зачем меня Борманом назвал? Тебя виноват, Сергей Николаевич. Иди отсюда. Я с нами. Ты правее, голову аккуратней. Вот так. Я тебе, мой дорогой, подарю, платок стаймой. Платочек всем показывай, Патра любой кулиска вырывай. Нинок, я пойду, посушу пока. Ну, чё припёрся-то? Мне перевязка полагается. Да и чё с цветами? Да и чё с цветами? Потерпи, Манякин, потерпи. Спасибо. Тихо-тихо-тихо-тихо. Господи. Иди отсюда, нам бинтов не хватает. Твою царапину можно и поддорожником вылечить. А вы давно воюете? Да уж побольше твоего. А сколько вы думаете, я воюю? А чё мне об этом думать? У меня своих думал, Павлович. Уйди отсюда, несчастный. Простите, Ниночка, а интересно, знаете, о чём думает такая девушка, как вы? О том, о чём все думают. Когда война проклятая кончится, и как потом счастливо жить будем. Ну, войну-то выиграем, это я вам гарантирую. Но вот счастливого будущего, это я вам не обещаю. К сожалению. Интересно. Что же вы ещё нам гарантируете? Отстроятся города. Небоскрёбы в Москве. Небоскрёбы? В космос. Полетите. В космос полетим? Машины пришли! Грузите раненым! Терпи ещё чуточку, скоро операцию сделают. Всё хорошо будет, потерпи. Аккуратнее смотрите, чтоб его не расписло по дороге. Терпи, хозяйка, я не просил. Это тяжёлый. Ну, всё. Маруся! Терпи, хозяйка, туда они вниз. А это ещё кто? Особист. По-моему, по нашей душе. Зеватулев, ты где пропадаешь? Тебя с подшила. Слышь, Чирик, солдаты трындят. То скоро наступление будет, так что сваливать надо отсюда поскорее. А Родину защищать? Родину защищать? Кто будет? Из нас с тобой защитники, как из говна гранат. Берегись, браток. На озеро надо валить. И если подфартит, вынырнем в нашем светлом будущем. Это если очень сильно подфартит, понял? А вообще лучше, если тебя здесь крохнули. Это пусть тебя здесь замочат, а я еще поживу, малю, понял? И не в этом чумовом прошлом, а в своем будущем. Потому что мне там интереснее. Кричать хайгитлер, айзеров убивать? Да пошел ты! Так что сидеть тебе в нашем светлом будущем на зоне и шкунку грызть. Только ты туда раньше отправишься, понял? Это с какого рожна еще? Да с такого. Сядешь на игноса своим черным рэпом. Дебил. Это кто дебил? Да ты дебил. Ты. Прекратить! Немедленно! Встать! Встать! Смирно! Взгляд! Тоже смирно! Если вы так собачитесь, как же вы воевали? Что в живых остались? Это называется подрыв боеспособности воинского подразделения в условиях боевой обстановки. А значит предательство. Чего предательство? Родины! Еще раз и под трибунал. А сейчас каски на голову, лопаты в руки и вперед! Че делать-то? Павших бойцов хоронить будем! Прикольно. Там раскапывали. Здесь закапываем. Спиртюк, у тебя сердце есть. Человеком же надо быть. Что-то я не припомню. Что ты очень переживал, когда могилы раскапывал. Так что не тебе мне морали читать. Отморозок. Я, может, и отморозок. Только если еще раз, хоть слово про них услышал, я не знаю, что я с тобой сделаю. Пошел ты! Что произошло? Кто кому что задолжал? Кто кому что задолжал, война все спешит. Главное, нам вместо них здесь не оказаться. Надо что-то делать, иначе я тут с ума сойду. Я прошу тебя. Успокойся. Когда сильней, пойдем к озеру. Помяни Господи. Уедных воинов наших не упокоят души, и те же просвещают себя от лица твоего. Уедных воинов. Ну что, пехота, с какой новости начать? Хороший или плохой? С плохой. Ой-ой-ой. В общем, бухла нигде нету. А плохая? Ваша Ниночка дает потрясающий концерт возле кухни. За все спасибо, добрый друг, за то, что у тебя есть. Что, был ты вправду другом, за тот в медовых травах лук, за месяц тоненький над луком. За тот в медовых травах лук, за месяц тоненький над луком. За то селенье над рекой, куда я шла, забыв правой скаль, за чувства, ставшие строкой, за строки вызваны. За то, что мне любовь твоя порой была нужнее хлеба. За то, что выдумала я, тебя таким, каким ты не был. За то, что выдумала я, тебя таким, каким ты не был. Ох, он сейчас и отмочит. Я тебя сейчас так отпащу. Ну-ка, ух, тихо. Послушайте, граждане, ну что ж такой нервный? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Разрешите вас проводить? Ну, проводите. А что-нибудь такое ложишь в консерваторе? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Простите, не помешаю? Ой, ты чё не спишь-то? Не спится. Тишина-то какая. Такое редко, между прочим, бывает. Нина, вы поразили меня вечером своим вокалом. Чего? Да ладно. Вы так пели, как будто бы настоящая артистка. Да ладно. Прям артистка? Ну, зачем вы скромничаете? Вы же любые артистки, сто очков фора дадите. У вас есть душа, сердце. М-м-м, спасибо. Как ваша рука пахнет? Как? Здесь вот мылом дегтярным, а здесь лекарствами. Хватит. Тоже мне нашел себе дамочку. Ручки мне целуют. Я как и шваркну. Ниночка. Так, иди отсюда. Вы когда по полю бежали. Ну, кому сказала? Вокруг все взрывалось. Пули свистели. Пошел там. Ой! Нин, ты че? Нин! Че это? Спи давай. Ничего это. Бинты мотаю. Ну, где ушляется, а? Видоговорились же. Сейчас самое время к озеру уйти. Думаешь, девушку охморить быстрое дело? Нет, чуха, это тяжелый неблагодарный труд. Ну, это для кого как. О, ну, нет арки, да? Да, у них сейчас большой секс в маленьком лесу. Сволочь. Не спите? Тебя ждем. Что? Было у вас, да? Было? Было? Было. Все, потом разберетесь. На озеро надо идти. Идем. Винтовку зачем с собой берешь? Без оружия, мы дезертируем. Чуха, после разберемся. Молитесь Бога, чтобы она сейчас потеплела. Ныряем. А-а-а! Ой, холодные сволочь, ноги сводит! Может, мы уже дома? В нашем времени? Нет, тогда бы вода теплая была! А сейчас она ледяная! Мы долго еще плавать будем, пока не утоним, что ли? Да откуда я знаю! Ребята, долго вы еще купаться собираетесь? А то мы здесь замерзли, вас ожидают! Да что ж такое-то, а? Блин, да он следит за нами! Что же это озеро вас так сильно притягивает, как магнит? А вот так! Да вот искупаться решили, товарищ старшина! Ну да, я здесь слышу, как ваши зубы дробь выбивают! Да нет, хорошо нам здесь! Хорошо! А-а-а! Быстро из воды! Мне еще ваших соплей не хватало! Замечательная водичка! Отлично! Поначалу я решил, все, к немцам подались! Ну думаю, ладно, пристрелить мы вас всегда успеем! Дай-ка, думаю, прослежу! Хорошего у нас мнения! А вы такого заслуживаете! Не пойму, что вас опять в это озеро потянуло? Мы же вам говорим, искупаться решили, вы же видели! Почему именно в это озеро? За передовой, которая к немцам ближе! За нашими позициями есть еще два, точно таких же! Там купаться безопасней? Я говорю уже, мы не знали про эти озера, а это нам знакомо, поэтому и пошли! Упрямые вы ребята! Ладно, не хотите говорить, завтра с вами разговор продолжит товарищ Жорин! Да, это вам не старшина, Емельянов! Вот так, хлопцы! Мы же ведь правду говорим, ей-богу! Угу, особенно ты! У тебя такие глаза правдивые, слепой зажмурится! Вот тут у них ДОТЫ, с пулеметами в каждом, и минометы сзади! А больше мы ни хрена не знаем, где подходы к ДОТам, как осуществляется прикрытие! А наступать нам придется, именно здесь! Демен, язык нужен! Правильно мыслишь, политрук! Офицер нужен! У нас на все про все двое суток! Разведку надо высылать! Ну а где, где я ее возьму? Вся моя разведка там, за озером, ни один не вернулся! Один старшина, Емельянов, остался! Но старшина, Емельянов, в строю! Типунтиный язык, в строю! Дай Бог каждому такого старшину! Вот пусть он и подберет себе троих-четырых бойцов! Посмышлене! Мне тоже налей! Гостей из будущего! Не понял! А чего? Ребята, судя по всему, смышленые! Ты-то сам как считаешь, нет? Ну вот, и договорились! Чипсов хочу! Как нам выбраться отсюда? Своим ходом! Год за годом! Песмоблёк! А? Может, ты заснешься уже? Хватит ругаться, а! Нам теперь друг за друга держаться надо! Чего это вдруг? В озеро мы все вместе нырнули, так? Ну? Ну, значит, и назад в будущее можем только все вместе попасть! Ну, вот мы прошлой ночью все вместе в озеро ныряли! Ну, по-моему, мы не дома! Не могу я здесь, ваша мать! Ребята! Ребята! Ссылки устали! Отдохните! Так, я, по-моему, тему прорубил! Это она… Это из-за нее мы сюда все попали! Мать! Ну, прости ты нас! Прости, мать! Ребята! Ну, что ж ты делаешь, мать? Ну, прости ты нас! Я тебя умоляю! Ну, пожалуйста! Ну, прости нас! Мать Христом, я прошу! Прости нас! Мать Христом, я прошу! Прости нас! Да что он, голову на мепло, что ли? Вы что, обалдели? Ну, что ж, жутки! Здорово, Авдотья! Молочка принесла! Да вот! А, а! Ну, не обращай внимания! Они контуженные! Ага! Пойдем лучше! Видишь? Контуженные, что с них здесь! Мать! Мать! Я тут твоему… Мать! Стой! Я что-то не пойму, это она или не она? Нет, стопудок не она! Подождите, мужики! А вот та старушка, что с молоком? Она что нам наплела? Ну, вроде как, сын у нее тут погиб! Прапорт! Цыгар какой-то, серебряный с надписью! Да! За революцию там была! Ты что ей пообещал? Найти! Она мне сразу тогда не понравилась! Заткнись ты! Значит, пока мы ее сынишку не отыщем, мы отсюда никогда не выберемся! Да… Кто-нибудь помнит, как его звали? Я помню! Соколов! Дмитрий Соколов! Красноармеец! А я как раз по вашу душу! Вы что, как босики! А ну-ка, приведите себя в порядок! Где остальные? Трудовые повинности отбывают! Чтоб через пять минут все четверо были в штабе роты! Вас ждет капитан Жорин! Особист! Его интересуют ваши ночные купания! Можно? Разрешите вопрос! Вы среди бойцов такого помните Дмитрия Соколова? Вы опоздали! Семь дней назад их группа заданий не вернулась! А тут два варианта! А других Соколовых нету? В нашей части нет! Все, ребята, соберитесь! Подписывайтесь! Приятного аппетита! А давайте посмотрим! Готово! Вставайте Slow'n.. Вот кто-то из головы, спустился, а? Товарищ капитан, старшина Емельянов, по вашему приказанию прибыл. Зайди. – Ты пацанов нашел? – Так точно. Что скажешь? Вам к лицу. Да? Я вообще не прокажан, я про пацанов спрашиваю. – Добрые ребята. – А поподробнее? Я думаю, вам они больше откроются. – Емельянов, ты почему в глаза никогда не смотришь? – Об этом в уставе ничего не сказано. А я с тобой не по уставу. Я с тобой по-человечески. – Товарищ капитан, скажите, я что, скверно служу или плохо воюю? – Еще б ты плохо воевал! – Простите. – Ты, старшина, гонор свой при души, а не то жива в штрафбате окажешься. – Воля ваша. – А то чья же. В общем, старшина, пацанов я тебе передаю. Если что выкинут, ответишь ты по всей строгости. – Слушаюсь. – Зови. – Заходи. – А, гости из будущего. – Здрасьте. – Заходите. – Здрасьте. – Здрасьте. – Сразу к делу. – Вы ночью к озеру ходили, было? – Было. Искупаться решили, помыться. – Помыться. Запачкали, значит. Ну, ну. На слабоумных вы вроде не похожи. Но, по крайней мере, большинство из вас. А то, что до немецких окопов рукой подать знали? – Нет. – Все знали, а вы – нет. Странная неосведомленность. – Товарищ капитан, мы здесь недавно. Решили помыться. – Завшивили, что ли? – Да нет. Просто грязные после боя были. – Ты, говорят, до войны боксом занимался? – А, да. Боксом, да. – Спортивный, значит, парень. Как озеро шли, ничего подозрительного не заметили? – Да нет, вроде. – Немецкие посты секреты не замечали? – Так темно ж было. – Как шли, дорогу запомнили? – Темно, говорю, было. – Ну, что? – Здравствуйте. – Поговорили? А вы тут, значит, пшеничные курите. Угощайте, товарищ капитан. – Слышь, Демин, правду говорят, дуракам везет. До озера дошли – ничего. А у нас там и минные поля, и колючие заграждения, и секреты. А они прошли, хоть бы хны. Но точно, гости из будущего. – Шустрые ребята. А ты их про это самое будущее спрашивал? – Нет, пока. В общем, Демин, разведчиков у тебя в батальоне не осталось. Емельянов один. Так что подфартило тебе крупно. – Хорош тебе табачок, Журин. Ну-ка, дай еще папирозочку. Давай, давай, не жмись. – Ну вот, товарищи бойцы, слушай приказ. Сегодня ночью пойдете в разведку. Проникните в расположение немцев и добудете языка – офицера. Командиром группы будет старшина Емельянов. – Есть! – Ну вот, вернется с языком, тогда и поговорим. И про прошлое, и про будущее, и про настоящее. Пока свободны. Документы, товарищи бойцы. – Пацаны, вы раскоп наш помните? – Тихо. Соткнись, придурок. – Вы видели, куда он документы наши убрал? В тот самый сейф. – И мужик в кожанке. – Так что получается, что мы сами себя отрыли. – А сколько мы самих себя выкопали? – Четыре бойца, мужик в кожанке и санитарка. – Так что врубайте. Документы в сейфе, разведка и наступление. – Который час, никто не знает? – Шесть сорок два. – Время на часах бандаже было шесть сорок два. – А? – Хорошо, ладно. Даже если предположить, что мы сами себя выкопали. До наступления нас никто не тронет, это точно. Но убежать мы должны до наступления. – А как мы узнаем, когда это наступление будет? – Оберст Бонхов писал, что наступление в этих местах было в шесть часов 23 августа сорок второго года. – Значит, нам осталось, ребята, всего шестьдесят два часа. – Зашибись! – Нет, надо выбираться отсюда. – Как ты предлагаешь нам выбираться отсюда? – Выполнять данное обещание. Нужно найти этот бортосигар. Нужно найти Соколова. Если Соколов – разведчик, нужно пойти в разведку, отыскать его следы. – А если он погиб? На кой нам так рисковать? – Есть какие-нибудь другие предложения? Мы вас очень внимательно выслушаем. – Нет. – Все равно, хоть какой-то шанс. – Выдвигаемся только ползком. Голову выше задницы не поднимать. Теперь главное – брать нужно только офицера. У него погон серебряный. В лунном свете хорошо видно. Боксер, с одного удара завалишь? Не уверен – бей прикладом. Только не стрелять. Все дело погубите и себя тоже. Наша цель – два дота. Васильев, Смирнов, Бероев, ползете к дальнему доту. Я укажу. Заходите с тыла. Там дверь. С обеих сторон затаитесь ниже травы. И ждите, как только объект появится, глуши. Второй – кляп в рот. Третий – вяжет руки. И сразу его тащите. – Можно? А кляп-то где взять? Ну… Елен, дай ему портянки. Вопросы есть? Простите, а я куда? Филатов, со мной. Наш дот – ближний. Все. С Богом, ребятки. Если что… Считайте меня коммунистом. А меня трактористом. Ну да. А меня пацифистом. Как в первый раз сегодня в разведку идут. Парни, Нину, санитарку знаете? А кто же и не знает? Передайте обязательно, чтобы Гемона в блиндаш ни в коем случае не ходила. Ясно? Ничего не заразумил. Зачем не ходила? Нельзя и там. Опасно. Передайте обязательно. Зовсем хлопать злуздут их. Отлично. Отлично. Царист. Субтитры создавал DimaTorzok Давай, пошли Хорошо Ложись Ложись Я 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 Тебя переводят в дивизионный госпиталь. Так что можешь сегодня собирать вещи. Я же вам говорила нет, товарищ старший лейтенант. Что ты мне опять выкаешь? У меня, между прочим, имя есть. Да ни к чему мне твое имя. Наступление скоро. Вот об этом надо думать. Ни к чему. А по поводу наступления, че тут думать? Мы их всех, как это, мы их всех сделаем. Чего? Победим, одним словом. Тоже мне победитель. Товарищ старший лейтенант. Чего тебе? Комбат велел немедленно к тебе быть. Хорошо, иду. Иду, свободен. Есть. Ниночка, ну что, переводиться не будешь? Я железно, железно договорился. Нет. Идите, вас комбат ждет и... Лешенька, пожалуйста, прости меня. Прости. Вот он, Дот проклятый. А вон второй. Лешенька. 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 Товарищ старший лейтенант. Лешенька. Идите, датчик. Идите, дата? Субтитры сделал DimaTorzok 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 Все-таки не проскочили. Проскочит. Все гранаты мне! Тащите его быстрее! А вы? Я их задержу, сколько смогу. Он вас убьет. А это неизвестно, что ты меня прежде времени хоронишь. Тебе что, особое приглашение нужно? Выполнять! Филатов, когда конец войны? Девятого мая сорок пятого. Неужели выдержим? Уходи. Уходи! 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 Лежать! Лежать! Приятных заблуждений! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А? Может, в плен взяли? Такие, как он не сдаётся. А ты бы сдался. Это ты бы сдался. Дорогу помните? Да, помню. И я помню. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ноги стёр. Бортянки грёбаные. Синоги сбил. Хорошо в разведку сходили. Только Соколова не нашли. Не нашли. Олег, обучи его. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хаааааааааааааа. Стрибан! Берём! Берём! Секuation! Секу! Берём! Секу! Берём! Адай, мой Крест! Крест! Ну столкнём! Секу! Hey, hey! Schluss jetzt! Ich mach nichts! Ich bring nichts! Pack sie! Abführen! Bringt sie weg! Bringt sie weg! Haben die ihren Bunker angegriffen? Jawohl, Herr Oberst! Professionelle Saboteure! No more ones got justy! Imiya! Justy! Well, talk about it! Filatov, Sergei, 131-й Polk. Vitaliy Beruyev, 131-й Polk. Smyrnov, Andrey Alexandrovich, 131-й Polk. Vasilyev, Oleg, 131-й, Igrievich. What was your decision? You! Here you go! Here is your line of defense. Pokажи, где твой Polk. Pokажи! Hörst du nicht? Antworte! Well, come on! Well, come on! I don't know. I don't know. I don't have to deal with cards. I didn't have to deal with cards. I don't 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 have to deal with cards. You got to deal with cards. Пей, ты храбрый, солдат. Ешь. После первой не закусываю. Афьера? До встречи в подвале из канцелярии. Как это может произойти? Как вы можете нас побоить? Ты, щенок, ты представляешь себе, что такое германская военная машина? Майнштейн, Гутериан, Паулус, фон Клейст. Здесь, в Сталинграде, с осени 42-го года, при январе 43-го пройдут крупные бои, в которых ваш хваленый Паулус окажется в флотном кольце и попадет в плен. А мы, в свою очередь, начиная с Волжской воды, пойдем наступать и потихонечку, потихонечку, потихонечку пойдем на Берлин. Лейтенант. Значит так, солдат. Бери немецкую колбаску. Мы продолжим возле моего возвращения из Берлина. Обфюрен. Кстати, полковник, вас не только наградят, вас еще и повышение ждет. Ты хочешь сказать, что меня пошлют на Сталинградский фронт? Снеда! Уже два года ваша сторона втянута в гигантской пожарочной войне. Эта война была навязана вам Сталином и его еврейской клике из Кремля. Эта война еврейского интернационала за мировую революцию ставит целью сделать все народы рабами так, как это уже сделали с вами. Но немецкий вермахт освободит вас от этого рабства. Мы не победимы. Ребят. Ну как? Просили передать. Просили передать. Угу. На. Держи. Вкусно жрут, сволочи. Знакомцы местные. Фриланцев Сергей. Угу. Сыгалов Дима. Как ты сказал, тебя зовут? Скалов Дима. Дима. У тебя есть под сигар? Есть. Только пустой. Дай посмотреть, а. Сыгалов Дима. Ну-ка. Сыгалов Дима. Отдай. Э. Отдай. Хорош. Верни портсигар. Нет. Верни портсигар. Верни портсигар. Как ты. Кому как не тебе об этом знать. Чё это, ребята, я вас не понимаю. А поймешь, так и посрешься. Когда узнаешь, что в двадцать первом веке по Москве будут ходить бредоголовые парни в черной одежде со свастикой и в скидывая руки кричать Хайли Гитлер. Тебе что, моча в голову ударил? Чё сказал? Отвали! Придушу! Открой! Ай, Даймон! Завтра же стреляют нас, и не будет ни правых, ни виноватых. Будут. Всегда будут. Правые виноваты. А наше дело правое. И в Москве никогда не будут кричать Хайли Гитлер. Не будут, не будут. Не переживай. Всё хорошее. Времени в обрез. Надо выбираться отсюда. Я тут подкоп рую. Вот. Ух ты. Вот тут и ямичи. И куда мы варезем парня? Земля мягкая. Там же охрана. Охранник один. Он у двери. Если втихаря он не услышит. Дальше куда? Я видел, когда на допрос водили за сараем. Там метров через сто окопы. Там немцы. Что же вы через окопы не перепрыгнете? Кто в темноте-то там разберёт? Стрелять будут. Конечно. Но тут уж как вам повезёт, ребята. Почему вам? А тебе? Я не могу. Говорю ж, нога. Её этот гад фашистский повредил, когда с сапогами пинал. Ну, чё там? Кажи всё. Хватит кашлять. Ну, гадик, что оно? Так, ты первый. Если он пролезет, остальные тоже. Давай. Постой. 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 Держи. Мамке передашь. Давай. Держи. Господи. Сомненько. 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 Если на своих доберемся, про немецкий плен молчим. Лежать, не двигаться! Кто такие? Розетка, в часть возвращаемся. Как дым сейчас? Руки до горы! Да откуда вы здесь все беретесь-то? Говорю, за мной, быстро! Так бежали, что сапоги потеряли. Не солоно хлебавшись, значит? Не солоно. Вот и я вижу, что не солоно. И Емельянов погиб. Это ж надо, а? Этот старшина один целый рот и стоил. И погиб. А эти гаврики вернулись слехонькие. Не царапины. Чудеса да и только. Как погиб Емельянов? Ну, мы когда языка взяли, нас немцы засекли. Потому что офицер этот орал. Стали преследовать. А мы быстро бежать не могли, потому что немцы этого тащили. Потом палить стали. Потом... Ну, старшина остался немцев задержать, чтобы мы уйти смогли. Погиб старшина вас, спасая. Какой золотой человек был, цены ему нет. Где? Где эта справедливость? Мать вашу! А немец этот где? Ну, офицер, которого вы тащили. Где он? Погиб он. Пуля шальная, мы его там оставили. Так, шальная пуля там оставили. Но вы хоть обыскали его, может документы при нем какие были? Или планшетка с картами? Нет, ничего. Короче, сходили в разведку. Немцев переполошили, вернулись ни с чем. Без сапог, без языка и без старшины. Хороший результат, есть чем гордиться. Есть что доложить в полк. Пошли вон отсюда с глаз долой. Еще вызову поговорим. Марш отсюда! Так я... Так я... Ну что? Твоя, между прочим, инициатива? Да ты что? Ты что говоришь? Это же... это же ты! У меня сомнения были. Сомнения у него были. А что мне прикажешь теперь с твоими сомнениями делать? Комбат уже знает? Ну а как же? Позвонил. Как думаешь, брешут или правду говорят? Да вроде не врут. Перепуганы они очень. Нельзя было их посылать. Зеленые они совсем. Да, Демин. У тебя сколько групп не вернулось? Три. Не бережешь людей, Демин. Не бережешь. Что-то Женя нехорошая внутри образовалась. Я общественно катил крам сто пятьдесят. Так ведь нет ничего. А у старшины, по-моему, фляга оставалась. Я схожу, посмотрю. Но ведь про тигар нашли. Да? Угу. Угу. Офигеть. А чего здесь делаешь? Смотри. На полгода без бедной жизни хватит. Понятно. Хорошо. Положено место. Пойдем отсюда. Это с каких пор у нас столько благородности? Не надо так. Он погиб за нас. Не надо. Как это не надо? А компенсация за все это дерьмо. Ты что же думаешь, он погиб нас спасая? Он за немца запаривался. Выполнял свой военный долг. А на нас ему просто насрать было. Сейчас все. Все. Ты положишь на место. И мы пойдем отсюда. Да? Понял. Борман, понял. И не надо меня Борманом называть. Меня Сергей зовут. Понял, Серега. Ступила, извини. Дай сюда. Вот это человек. Ты зачем сюда пришел? За флягой. Бери флягой иди. Бери флягой иди. Завтра наступление. Ты уверен? Я вам устал уже лекции по истории читать. Я не понимаю за что. Может есть за что? Сегодня ночью еще раз попробуем. Даузеры близко и под сигару у нас. Да, конечно, надо попробовать. Лично я здесь подыхать не забираюсь. Меня девушка в Питере ждет. Ты куда? Боец Беруев в ван там не светит. Расслабляемся. Не волнуйся. Скоро вернусь. Давай, давай. Ниночка. Не мог не узнать, как вы здесь без меня живете. Вернулся. Мальчик мой. Живой. Сереженька, я знала, что все будет хорошо. Слышишь? Нина, я очень. Я. Пойдем. Бегу, 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 бегу. Бегу, бегу, бегу. Пойдем. Пойдем туда. Ребята, сейчас, сейчас, сейчас. Все, 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 ребята. Все, все, все. В батальоне нам поставили задачу. Объект атаки. Захватить опорный пункт на передней линии обороны фрицев. Угу. Подавить огневые точки. И держать оборону до подхода главных сил. Направление дальнейшей атаки. Опорный пункт на второй траншеи противника. Долго удерживать. До подхода главных сил. Угу. Огнем нас хоть поддержат? А как же, конечно. Обещают артподготовку мощнейшую. Говорят, нам и делать там будет нечего. Прогуляемся. Позиции фрицев займем. Дождемся подхода главных сил. И все будет во живых. Ага. Да. Мягко постелил комбат. Да нам жестко спать будет. Точно. Единственная, но тоже неутешительная новость, это бесплодные результаты разведки. Мы не знаем степени укрепленности района, поэтому советую на этом участке быть осторожнее. А соседям нашим кто помогать будет? Штрафники там первыми пойдут. Батальон. Вот и прогуляемся. Да. Штрафников на прогулки не посылают. Товарищи офицеры, хватит разговоров, как кисейные барышни. Угу. Слушайте, а где барон-то кусается? А тот не знаешь, к Нинке побежал, потрогать санитарское тело. Ага. Берев, а ты вообще не побежал потрогать санитарское тело? Да пошел ты! Братцы! Завтра наступаем! Да ну! Точно вам говорю! Откуда новость такая? А ему сам комдив сказал. Вызвал к себе и говорит. Решил я, Никитка, завтра в наступление. Ты как, не возражаешь? Да я сам видел, как у блиндажа Ночпрода здоровенные фляги разгружали. Я ребят спрашиваю, а они говорят, наркоманские 100 грамм привезли. А ты, Никит, не врешь? А когда я врал-то? Значит точно. Славяне, завтра наступление! Слушайте, Борман, ты не ошибся? Действительно, завтра наступление. В наступление пойдем, мало не покажется, если ночью не срулим. Вообще прикольно получается. Борман там Ниночку лапает, а мы тут сидим из смерти своей дожидаемся. Чего ты шебуршишь ты? Борман сказал, ночью к озеру пойдем. Дай ему попрощаться с местным колоритом. Прикольно ему, наверное. Да, Бероев? Сакс-сакс, как это мило! Сакс-сакс, без перерыва! Куда ты, полудурок? Да пошли вы оба, козлы! У-ху-ху! Ха-ха! Ха-ха-ха-а! Ха-ха-ха-ха-ха! Опа-а! Сволочь ты, Борман! Неловкий, что ли? Неловкий, что ли? Люблю тебя. Люблю тебя. Но ничего. Иди сюда. Иди сюда. Дурачок. 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 Я позвоночник. Ой, мамочка. Ну, что ты делаешь? Так. Все боксеры, значит. Здравия желаю, товарищ Квинт. Нам надо. Ты чего творишь, будто либунался. Пойдем. Ах ты. Ну, известно. Бывает совсем. Не обращайтесь внимания. Бывает. И со старыми друзьями бывает. Разберемся. За что ж ты его так? За что я тебя так? Это товарищ спросите. Может, он знает. Вот и я знать хочу. Что, сказать не хочешь? Честно говоря, нет. Это касается его и меня. А меня, значит, не касается. Все, что в роте происходит, меня в первую очередь касается. Мы на передовой. И здесь нет слов, хочу, не хочу. На фронте только одно слово. Есть. Я ведь давно на вас глаз положил. Гости из будущего. А может, вы гости из настоящего? Ну, только из немецкого. Из какого немецкого, товарищ капитан? Из такого. В разведку пошли, вернулись без старшины. И без языка. Кто может подтвердить, как погиб старшина Емельянов? Или что языка шальная пуля убила? Никто. Чего молчишь? Вот то-то и оно. А ща что? Избил красноармейца. На передовой. Это что значит? Вывел из строя боевую единицу. Ну, что это объективно получается? А это вредительство сознательное получается. Рядовой. А за это... Трибунал полагается. Понимаешь? Товарищ капитан. Да подожди ты. Капитан. Хитлер Клик. А ты чего молчишь, рядовой? За что он тебя отметелил? Он не метелил. Мы подрались. А, на равных значит. Понятно. Друга выгораживаешь. Такое у тебя понимание дружбы. Комсомолец Бероев. Покрываешь, значит. Понятно. Понятно. Послушай, Жорин. Да подожди ты. Я не покрываю. Он злой. Вот ты, значит, какой. Благородство из него так и прет. Ладно? Эй, Сердюк. Я. А ну-ка, поди сюда. Слухаю. Отведи-ка этих разгильдяев в погреб. Пусть посидят. Пока мы с капитаном Жорином тут, все решим. Это почему в погреб? Я сказал расстрелять их прямо сейчас. Чтобы другим не повадно было. Так я не сразумив, до погреба чьи расстреляты. Ты чё, оглох что ли? Я сказал в погреб. Так вы кажете до погреба, а товарищу капитана кажа расстреляты. Ну ты и дуболом, Сердюк. В погреб веди. Ты, а чёрт. Ладно, отведи пока в погреб, а расстрелять я потом прикажу. Зразумив, потом расстреляты. Скидавай ремень. Пишли. Бегите. Эй! А, Ниночка, здравствуйте. В погреб, под арест. Утром расстреляли. Иди собей мовчки. Сердюк, ты куда их ведёшь? Ну ты ж чула, под арест до погреба. А за что? За бийку, то за драку. Понятно. А кто приказал? Командир роты, старший лейтенант Дьомян и представник особого отдела. Капитан Жорин. Где они? Так у Дьомяна. Геморрой соби высиджают вдвох. Так. Только ты туда и не ходи. Почему? Да ось и он заборонил. Когда в розвитку пішов, так очень просил до тебя передать, чтобы до Дьомяна ты на ногой. Понятно. Дурак. Вот дивка. Чё устала? Пишлы давай. Жди меня, а я вернусь. Жди меня, а я вернусь. Так держите, придурки-то шляются. Чё ты ноешь? Придут, когда надо будет. Ага. К наступлению. А мне это наступление вообще не в кайф. Я ещё жить хочу. Я бы рискнул. В смысле, за родину за Сталина? А чё, спиртун? Слабо? На настоящее дело-то пойти. Ну так, чтоб не за свою шкуру, а с реальными парнями склеснуться. А? Слушай, тебе этот Фридс точно последние мозги выбил. Это тебе не чурок мочить. У этих реальных парней оружие как грязи. Они пол Европы уже под себя подмяли. А здесь шею свернут. С твоей помощью, что ли? А может и с моей. Я, может, ещё на Рейхстаге свой автограф оставлю. Здесь был череп. Оставишь, если завтра на поле не сдохнешь. Товарищ командир. Интересно, а за что Филатова этого, как его, второго бойца арестовали, а? Ты чего, Полякова, ошалела? Ты куда врываешься? А говоришь, бардака у тебя нету. Ты как обращаешься к старшему по званию, Пигалица? Тоже в погреб захотела? Товарищ капитан, разрешите обратиться к товарищу старшему лейтенанту? Вот. Обращайтесь, товарищ санинструктор Полякова. Товарищ старший лейтенант, за что рядовых Филатова и Бероева в погреб посадили? Тебе какое дело? Ты вообще какое право имеешь командирам такие вопросы задавать? Тут все тебя, понимаешь, на руках носят. Ты и пользуешься? За драку посадили. За нарушение дисциплины. В боевой обстановке. Вопросы есть? Свободно, Полякова. К утру выйдут. Чего ты за них так сполошилась? А у меня любовь. Товарищ старший лейтенант. Чего? А это мое личное дело. Единственная красивая санитарка и то не уберег. Явились эти гости из будущего и умыкнули бабу. Кто? Этот? Бероев или Филатов? Думаю, этот. Но Филатов такие бабам нравятся. Ну, точно он. А этот Бероев, видать, в Полякова втюлился. Вот Филатов его и отметелил. Вот такой бардак у тебя в роте, товарищ старший лейтенант Демин. Ладно. Где этот твой дуболом, как его? Сердюк, иду. Бойцов посадил в погреб? Так точно, товарищ капитан, посадил. А теперь пойди, выпусти. Капитан Жорин сегодня добрый. Оба их? Нет одного, этого. Бероева. А почему именно его? Ну, он побит весь. Рожа вся в фонарях. Потерпевший, значит. Да, да, да. А этот мерзавец, Филатов, пусть померзнет. Ну, хорошо. Пусть Бероев гуляет, а этого Филатова утром выпустишь. А я пока в штаб полка отъеду. Ну, чего стоишь? Иди, выполняй. Ну, ладно, Старлей. В наступлении уцелеют, будем разбираться. Не боись, Старлей, за Жориным не заржавеет. Пойдут к штрафникам, как пить дать. Они уцелеют. Они уцелеют. Повезло ребятам. – Ой, мамочка. – Нин, ты чего? Ой, Клав, не трогай меня сейчас. Ой, ой, ой. Пошла гулять с Милёнком, а вернулась с Рабёнком. Тише. Чё ты мелешь-то? А чё такого? Чё ты убиваешься? Парень он ладный, складный. Кто? Ну, этот, который приходил к тебе. Серёга, да? Ой, Серёга, Серёга. Серёга. А ребёнок-то при чём? Да при том. Я б сама с радостью заимела. Да никак не найду с кем. Ой, может, надо подождать, пока тебя найдут. Подождать? Я вон какая представительная. Мне надо, чтоб мужчина был большой, сильный. Так и присидишь в девках. Ну и присижу. А под какую-нибудь замухрешку не лягу. Ты ж сама сказала, что он ладный и складный. Ну, говорила. А ты чё, сама не видишь, какой он? Какой? Ну, странный какой-то. Как будто грех у него на душе. Всё, боится чего-то. Не воевать он боится, поняла? А чего? Да не знаю я. Я чувствую, что нужна ему, понимаешь? Как будто в беде он. Ну, по такой донужде к тебе целый полк выстроится. Вот ты их и примешь. Ой, ой, ой. Ой, ой, ой. Ну? Кто у нас тут ходячий? Ой, ты степь широкая. Ой, степь раздольная. Физкульт, привет, Нинок. Привет, Витёк. Как рука? В полном ажуре в медсамбате всего два дня пробыл. Вот обратно ушёл. Ты везучий. Молодец. Что-то ты печальная, Нинок. Может, обидел кто-то? Скажи. Да нет, ничего. Но я скажу, если что. Скажи, скажи. Если что, башку-то на раз открутим. А ну, стей ровно. Хыцарь. Вы тут-то? Нет, мы здесь-то. Начальничек, дверь закрой, холод выпускаешь. Жертвевник. А кто тут-то, Берроев? А ну, выходь. Я. Вильный. А я? До тебе никаких распоряджений не было. Сиди соби. Зачиняй его. Я сам. Я тогда тоже с ним. Не положено. Почему? Був приказ тебе звільнити. Ось тобі гвинтівка. Іди собі. Ну. Іди, гайч. Дурдом. Тьфу. А мне что здесь? До утра торчать? Он же запертый. Не откроют. Добре зранку відчиниш. Іди. Есть! Абонент Демену недоступен. Абонент Демену недоступен. Бесёная сила. Один нарисовался. А где Ромео? В погребе сидит. Жорин приказал. Чё это вдруг? За нарушение боевой дисциплины. Это он тебя отмутузил? Я с дерева упал. А, ну-ну. І чё, он долго там сидеть був? Откуда я знаю? Я його туда, чё ли, посадил? Под дерьмо-то. Да, Спирт. Походу не обойдётся на Рейхстаге без твоего автографа. Это вы о чём, а? Да вот у нас тот деятель объявился. Из кино выписался, в патриота записался. Сидит и мечтает, как он завтра в атаку пойдёт. Здорово. Правда, здорово. Я бы так, наверное, не смог. А тебя никто и не спросит. Нальют сто грамм наркомовских и вперёд за Родину с реальными пацанами биться. А ты не пойдёшь. Да и вам не советую. Вы чё, не врубаетесь? Сейчас же надо на озеро валить. А Борман? Что Борман? Срал я на вашего Бормана. Пусть сам одувается. Без Бормана не пойду. Я тоже. Да хрен с вами. Я сам один на озеро пойду. А вы здесь оставайтесь. Да подыхайте. Только ты особо-то не обольщайся. Портсигар всё равно у Бормана. У Филатова! Может, пойдём попробуем Филатова из погреба вытащить, а? Ты что, сдурел? Особисть только и ждёт, чтобы нас грохнуть без суда и следствия. Нам только одно остаётся – сидеть и ждать. Ты меня понял? Сидеть и ждать! Хм. Серёжа! Серёженька! Просыпайся, родненький! Вот, молодец! Так, давай-давай-давай! Молодец! Журин приказал тебя утром выпустить, а уж вон рассвет! Мне сердюк-ключ дал, чтоб я тебя покормила! Хоть это баломно добрый! Вот, хорошо! Нет-нет-нет, не сюда! Пойдём туда! Ты ешь давай, ешь! Скоро наступление, тебе силы понадобятся! Дурачок! Не бойся ты! Не бойся! Ты живой будешь, это я тебе гарантирую! Ниночка! А ведь мне пора! Нет! Прости! Прости меня! Ниночка! Нет! Прости! Ты слышишь меня? Прости! За что? За что? Глупенький, любимый! А как ты там поёшь? Что? А я слова забыл! И я не помню! Я не помню! Как ты там? Сейчас! За то, что мне? Да! Любовь твоя? Да! Порой была? Да! Можнее! Лебо! А то, что выдумала я тебя! Лебо! 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 Арт-подготовка! В шесть ноль ноль! Сразу пойдут танки, а мы за ними. Когда танки пойдут, всем залечь на дно окопа. Танки прошли, сразу поднимаемся и в атаку! Я советую всем прикрываться за танками и не отставать! Бойцы! На нашем участке два больших дота немцев с пулеметом и противотанковым орудием. Если танки встанут или начнут гореть, всем не останавливаться! Наша задача ворваться в первую линию обороны противника и порешить там всю фашистскую сволочь! А за нами пойдет второй эшелон танков и бойцы семьдесят шестой стрелковой дивизии! Штыком, гранатой, руками, зубами драться! Если наш полк не прорвет оборону, наступление захлебнется! Но я уверен, братцы мои, мы свое дело сделаем! Мы свернем им шею! Я в вас верю, товарищи бойцы! Но если кто вдруг слабину даст, попятится или назад повернет, застрелю лично! Ежели я дам слабину, стреляй меня! Не жалей Карпенко! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Смотри-ка, живой! Мы думали, тебя не выпустят! К озеру не пошли! Пора определяться, что теперь делать! К озеру бежать глупо, свои же пристрелят! У нас теперь один выход! Со всеми в атаку! А там как получится! Давайте только вместе держаться! Братцы, кто на гитаре хорошо сбацать может? Ты ж хорошо на гитаре играешь! Сыграешь, а? Нет. Давай, 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 давай! Песов лапу себе повредил! Ребят, я нашел гитарист! О-о-о-о! Давай, давай, давай! Держи! Песня! 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 Держи! Песня! Это тишина и солнцесвет Вдруг сказали, смерти больше нет Просто солнцесвет и тишина Вдруг сказали, кончилась война За мной Хорош петь! Слушаем ее команду, бойцы! К бою! Слушаем ее команду, бойцы! Огонь! Огонь! Давайте, родненькие Огонь! 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 Ура! Ура, мужики! Давай, мужики, ура! Ура, мужики! Давайте, мужики, ура! Все вместе, ура! Ура, мужики! Давай, мужики, ура! Ура, мужики, ура! Сука! Ура! А-а-а! Ура! 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 А-а-а-а! 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 А-а-а! А-а-а-а! А-а-а-а! А-а-а! Вперёд! Уврёд! Он пошел! Ура! Ура! Сука! Вперед! 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 Это ты завтра! Целый? Вроде да! Хватит, нарвались! И куда артиллерия Билла ума не приложу, если у них ДОТа целая? Товарищ наш лейтенант, я знаю, как к ДОТам подобраться. Там по ложбинке можно прямо к немецкой траншеи подползти. А если получится, можно ДОТ гранатами скидать. Откуда знаешь? Так мы там ползали, когда за языком в разведку ходили. ПИТАИК ГЕРОЕВ! Иди сюда, быстро! Гранаты есть? Две. Возьми мои. Зачем? Затем! Не, не, я к ДОТ не полезу. Я тебе не полезу. Вы совсем охренели, что ли? Я? Я к ДОТу не полезу. Да вы что, под трибунал заходили? Давайте, ребята! Пока ДОТ работает нам, вперед, входа нет! Пой, Бог! Санитейто! Пить! Проток воды! Эй, боец, ты живой? Серёжа! Поехали! Линочка! Тихо-тихо, миленький, всё хорошо сейчас будет. Всё хорошо. Тихо-тихо-тихо-тихо. Эмоции, извини. Ничего, в медсамбате шов наложат. Главное, что кость цела. Самое главное мужчина – это кость. Шутим, это хорошо. Сколько времени прошло? Какого времени? С момента наступления. Да полчаса, не больше. Какой полчаса? Смотри, не меньше. В первом бою всегда минуты кажутся, как вечности. Вот так вот. Получше? Ну, получше, получше. Полежи. Пока затишье, пойду дальше посмотрю. Там много раненых очень. А почему затишье? Взяли передовую? Нет, не взяли. Это плохо. А дальше что? Дальше? Ну вот, дальше. Я на передовую. А к тебе сейчас подойдет кто-нибудь. Ну все. Люблю тебя. Тебе в тыл надо, понял? Ай, ничего, ничего. Сейчас, сейчас. Сейчас. Александр Васильевич. Миленький. Товарищ старший лейтенант. Клакольцев. Давай, залезай сюда. Ты как сюда добрался? Комбат так орал. Ходился расстрелять. Нельзя с вами связи не будет. Так я от самых наших окопов повод тянул. Молодец, Клакольцев. Седьмой. Двадцатый на связи. Мне дуды же деньги дают. Эй, браток. Ты не ранен? Нет. А что в тыл-то бежишь? Меняй позицию. А, ну давай к нам. У нас позиция в самый раз. Понял, понял. Конец связи. Ну что, земляки, сейчас артподготовка по новой будет. Минут через десять. Если вы с Дотом не справитесь, мужики, мы все здесь останемся. Да что ж такое, Александр Васильевич? Ну ничего. Да как же у вас так, а? Потерпите. Мирочка, не ходи туда! Уйди отсюда! Потерпи, миленький. Сейчас оттащу и вернусь за тобой. Мне бы только до блендажа. Линочка, куда ты? Уйди! Уйди! Сейчас, еще чуть-чуть-чуть. Эй! Давайте. Давай, взяли. Держите, держите. Держите! Блендаж! Держись, мураток. Все, 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 все. Занесите. Уйди! Осторожно. Держись. Держись. Не смей! Не смей! Не смей! Не смей! Не смей! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Нет! Ха-ха-ха! Не получилось! Ха-ха-ха! Не получилось! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК 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 Беруев, готов? Я, да, боюсь. Все боятся. Но воевать-то нужно. Давайте, давайте. Сейчас от вас все зависит. Вперед. Давай. Огонь! Во долго, да? Это наша артиллерия лупит. Нас не зацепит. А если зацепит? Ах, если. Ой, мама, а если я беременна? Ага. Ползи давай, сейчас будку дам. Ага. Виталий! Олег! Серега объявился. Куда? Куда ползи? Дюрмин приказал док взорвать, к которому мы за языком ходили. Ты ранен. Я знаю. Заряжай! Огонь! Что делать-то будем? Может, поближе подбьемся и гранатами закидаем? Нет, увезь сразу не надо. Место, видишь, открытое. Что делать-то тогда? Да нечего делать. Ну, на крышу заползем и закидаем в эту штуку гранатами. И у входа ждать, если эти фрицы полезут. Подняться надо! Не поднимутся! Доты, проклятые! Голову не высунешь! Доты, проклятые! Голову не высунешь, ни нас, ни ага! А-а-а-а! А-а-а! А-а-а! Прибегите! А-а-а! Не огурчется! Двадцать! В атаку! Пошли в рации! Ура! В атаку! Серёж! Пошли в баяне! Ура! А тебе что? Осовое приглашение нужно? Ну? А-а-а-а! Вперёд! 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 А-а-а! Вперёд! 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 А-а-а! Виталик! Сука! Виталий! Виталий! Чуха! Чуха! Ну, что ж ты? Виталик! Виталик, ты только не… Слышишь? Мама! 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 Да, взяли, товарищ седьмой! Бегут! Текают немцы! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Тихо. 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 Зар above. Тихо. Тихо. Простите, товарищ старшийся, но мы ваши подруги. Я из будущего. Мальчик мой вернулся. Живой. Прости. Прости меня. А что? Глупенький. Любимый. Продолжение следует...